Поехали! Друзья, всем привет! Не успели мы вернуться с Байкала и немножко пейзаж у нас поменялся, как вы видите. Сейчас мы находимся на фото-выставке IMEZ в Санкт-Петербурге, в Лен-Экспо. Это крупнейшая мото-выставка в России. Здесь представлены самые крупные и известные проекты кастом мотоциклов, также спортсмены, очень много экшена. Есть друзья с Восточной Европы. Здесь мы находимся с целью представить людям наш проект Гидрокава. Сейчас мы покажем вам, что к чему. Итак, друзья, я просто не могу вам не показать свой стенд, который мы организовали буквально за пару недель с ребятами. По мнению многих людей, которые уже приходили на этот стенд, это один из самых креативных, если не самый креативный стенд на этой выставке. Поскольку мы с самого начала делали проект с небольшой долей прикола, да, начиная от нашего названия инстаграма, мы, в принципе, придерживаемся этого же ключа и не уходим в какие-то тут серьезные рамки, себя не загоняем. Поэтому мы решили поставить мутик в воду прямо на стенде, в воду сделать розового цвета, за ней сделать розовый водопад. Есть еще очень крутая фишка и идея, которая пришла мне в голову, как всегда, вот так вот. Девушка у нас одета в лост русалки. Точнее, она выглядит реально как русалка. Это очень круто, все реально ценят этот стиль. Друзья, также, если вы хорошо следите за нашим проектом, у него появилось новое лого. Его рисовал мой давний друг из Польши, с корони Стефана. Отдельный респект я хочу выразить своим хорошим друзьям, команде, в которой я нахожусь, это Цунами Фэктори. Они помогали в реализации этого проекта со стендом. Плюс также компания FullFarge, которая предоставила замечательное оборудование, фермы, баннеры и всячески помогали в строительстве. Поэтому, ребят, вам респект. Это все вам зачтется в дальнейшем. За время нашего проекта, от начала и до конца, мне уже поступили сотни вопросов, как, что. Не все люди находятся в онлайн. Кто-то звонит, кто-то видел по телевизору, кто-то слушал по радио. И это отличная возможность собрать всех людей вместе на этом стенде и лично с ними пообщаться, показать мотик, показать видео, сразу всей тусовке рассказать, что к чему, чтобы каждому отдельно потом это не повторять. А, кстати, рядом с нами стоят наши друзья. Они торгуют мерчом и они очень переживают, что я в конце выставки заведу свой мотик и у нас будет шоу мокрых футболок. Они мне уже несколько раз это говорили. На самом деле, можно было попробовать устроить эту историю. Также сегодня в рамках этой выставки проходила... Сыночка, а что это за головы? Честенки, это тут такие... А ты что ты тут делаешь? А этот мотоксик такой, да? Ну да, ты его не видел, что ли, ни разу? Сыночка, да лучше бы мы деньги на квартиру потратили. Памуля, а что ты тут вообще делаешь? Я тебе первый раз... Да как? Первый раз мама пришла на мое мероприятие. Сюрприз делала чуть-чуть. Так, все, давай, иди, не мешай нам, не отвлекай. Я рад тебя видеть очень сильно. Данный стенд и данное мероприятие поддерживалось моими новыми спонсорами и партнерами компании Coder. Они дали много крутого мерча, чтобы можно было его разыграть, чтобы люди ходили в крутом уличном стиле. Я не могу так рассказывать. Друзья, я хочу вам напомнить, в принципе, для чего мы здесь сегодня находимся. Мы хотим представить людям наш проект, а также мы ничего не снимем. Когда будет надо, я просто скажу, держи себя в руках, и ты начнешь как бы там все это. В начале июня в нашем городе, в исторической локации будет организован крутой перформанс с участием этого мотоцикла. Всех, кто сейчас нас смотрит, я всех жду на этом мероприятии, и молодых, и старых. Соберемся там и круто проведем время. Там будет большое шоу. И там, кстати, возможно, даже будут русалки плавать. Одна сегодня к нам добралась. Ну, обещают привезти с собой еще подружек, да? Я думаю, что да. Все будет круто. Приходите, мы вас очень ждем. В заключении сегодняшней серии я хочу вам рассказать небольшой инсайд, специально для подписчиков моего канала. Следующая серия будет на совсем другой локации. Мы вернемся обратно в гараж. И там мне строят сейчас очень интересный, необычный проект. И я думаю, вам его тоже показать. Там будет очень интересно. Всем мир! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!